Псс. Хочешь узнать секрет? Иди сюда, наушко скажу. В эко-видео есть все. Все и даже больше. Не веришь? Сам проверь. Переходи по ссылке в описании. Мне, по**у, я умру в тридцать. Ты пришел в классную точку. Вселенная! Ты что делаешь? Я таким тебя вижу здесь. Ну, если тебе это не интересно, нафиг это надо. Я не смогу избавиться от себя. Главное — жизнь клевого прожить. Идем гулять, нафиг. Чем мы тут вообще? Сегодня я с относительно хорошим настроением. Я выспался, отдохнул. Вообще, в принципе, немножечко. После прошлой сессии я стал еще чуть больше слушать себя. Моя главная задача здесь — это отстраниться от всеобщего одобрения и попытки гнаться за чьим-то мнением. подсознательное. Вот этот вот родитель, который говорит мне, что люди другие подумают и так далее, он все дальше и дальше от меня. Я этому очень рад. Это сильно сказывается на том, что я делаю. И какое-то время сессии прошло, и я действительно чувствую, как это не только на жизни, а еще и на творчестве сказывается. Мне теперь не так интересно, кто что подумает обо мне в индустрии, например. Или понравится кому-то, или не понравится. Я себя чувствую чуть свободнее, честно. Это мраздаловое. Это очень круто. Но все равно это все еще есть во мне как бы. Не то чтобы я прям вот так вот понял и убрал это. От сегодняшней встречи ожидаю очередного левелапа. Каждый раз после каких-то таких разговоров и бесед становишься как будто чуточку лучше, как будто бы чуть больше вот так шторы отодвигаешь, и все больше солнца в твоей жизни появляется. Света. Света. Здравствуйте. Ну приветики. Я с какой-то радостью сижу. Я с ней пришел тоже сегодня. Хорошее сегодня настроение. Отдохнул. Погодка потрясающая. Все супер. Это правда. Пойдем гулять. Да, о чем мы тут вообще сидим, какие-то сейчас будем вытаскивать проблемы. И пойду потом грустно и в такую погоду гулять. Я после предыдущей нашей встречи думал и, ну, я прокручиваю, естественно, это в голове. Стало как-то попроще. Я больше себя слушать начал. Это очень сильно сказывается и на общем настрое и на творчестве. Оно стало у меня светлее и все круче намного стало. То есть у меня сейчас ощущение, как будто бы я только начинаю свою творческую деятельность. Это вообще что за чувство, если честно. То есть когда у тебя нет особой самоцензуры, большой даже видения, наверное, какой-то ответственности, что я теперь так не могу, так не могу. Вот это уже мне статус не позволяет вообще насрать. И я себя моложе чувствую, короче. Крутое, крутое ощущение. Ну, понимаю, что еще пока, ну, рано говорить, что все, я пришел, я все понял. Ну, это какой-то очень интересный процесс. А еще так, как я всю свою жизнь что-то снимаю, что-то делаю, что-то пишу, фиксирую свое настроение. Мне очень интересно наблюдать, что вот полгода назад я такой, ты что делаешь? Ты кто? Эй, стой, стой, стой. Полгода, полгода назад было столько же лет, сколько и сейчас. И очень интересно наблюдать. Я к тому, что контент, он помогает тебе сравнить и увидеть изменения. Потому что часто бывает, что мы не замечаем изменения, потому что они как-то плавно-плавно. А сейчас, ну, круто, круто, хочу дальше. Я думала, для Альдара это только какое-то шоу, только игра. Но когда он сказал, что он думал о том, что у нас происходило, хоть у нас там получился какой-то маленький кусочек. Точнее, не получился маленький кусочек, а был момент, который заставил его о чем-то задуматься. И я такая, опа. То есть, значит, мы совместно можем действительно сделать что-то полезное. И это очень сильно изменило мое состояние. Мне прям, ну, меня это включило. Я захотела как-то больше помочь, что ли, больше вместе с ним нащупать что-то, что может быть для него полезным. И еще, мне кажется, важно, ну, без Альдара это бы не получилось. То есть, если бы он пришел на вторую сессию с настроением сделать шоу, показать себя с классной стороны, то этого бы не произошло. А у него как будто у самого появился интерес. Может быть, еще на первой сессии ему было непонятно, как я работаю. Но из-за того, что появилась какая-то мысль, которая была ему ценна, вот дальше работа пошла. Вообще, в прошлый раз я, ну, когда сессия закончилась, у меня была какая-то эмоция, типа, блядь, ну, что-то, что-то как будто мне не удалось, знаешь. И я поняла, что как будто мне не удалось к чему-то эмоциональному в тебе прикоснуться, да. И когда ты сейчас говоришь, ну, какие-то вещи, да, что там что-то из прошлой сессии оказалось для тебя важно. У меня так внутри прям теплеет, я думаю, блин, круто. Давай попробуем сделать еще что-то. Видишь, мне кажется, я сам по себе человек такой. Я как будто бы в какой-то момент научился сильно не эмоционировать. Ну, то есть для меня, ну, вот что-то произошло какое-то, пиздец, например, катастрофический. И я такой, ну, я не умер. В целом бывало и хуже. А если не бывало, то, ну, когда-нибудь будет еще хуже, я не вспомню об этом. То есть для меня вот то, что мы здесь делаем, я больше же после анализирую. Потому что в прошлый раз вообще пришел и не понял. Я такой, типа, что ты чувствуешь? Вот это. Подробнее. Я такой, как? Как подробнее? Понимаю. И я не могу сказать, что я прячу от кого-то свои, типа, эмоции. Может быть, от себя. Не знаю. Не знаю. Давай посмотрим. Столько лет пьянки и тусовок, и компаний, и творчество. Это тоже, как бы, побег от реальности. Причем куда больше, мне кажется, чем алкоголь или наркотики. Потому что ты придумываешь вселенные. Ты придумываешь... Ну, типа, ты что угодно можешь из ничего создать. Да? Точнее, либо из ничего, либо из эмоций, либо из мысли. Ты вот так вот можешь. Ты посеял, и у тебя растет. Вот, что захочешь, то и вырастет. Это же тоже побег от реальности. Слушай, расскажи, какой ты в своей вселенной, которую ты создаешь? В какой из вселенных? Нет. А какую ты создаешь? А какой ты сейчас говорил? Я образно, на самом деле, как-то выражался. Ну, тогда вопрос такой. От какой реальности ты сбегаешь во вселенную? Первое, что я вспомнил, мне 15 лет. Мы в Новокузнецке. Зимой же холодно, и мы ходили бухать в подъезды. И уже тогда находились люди чуть постарше. Ну, типа, 18-19, которые говорили, ты что? Ты же диабет, ты что, ягуар пьешь? Мало того, что это алкоголь, только еще и салат. И я отчетливо помню, как я сказал, аааа, мне, по-моему, я умру в 30. И недавно я об этом вспомнил относительно, и такой, о, ну, как будто это вещь, за которую можно зацепиться. Ну, я же с пяти лет по больницам со всеми вот этими вот еще по, не супер, конечно, классным больницам, если честно. Типа, идешь мыться в ржавчину, вот это вот все. И недавно обсуждал у себя на подкасте с Расулом Чебдаровым. Он говорит, обратил внимание, что дети, которые, типа, болели в детстве по больницам, они больше фантазируют и придумывают. Ну, ты правда, тебе сидишь, тебе скучно, тебе нечего делать, у тебя какие-то новые слова появляются. Тебе пять лет, тебе, говорит, не ешь много, у тебя ноги отрежут и ты ослепнешь. Я такой, понял вас? И как бы с этой мыслью всю дорогу идти, ну, как-то очень неприятно как будто бы. Мне кажется, что, возможно, я вот как раз гробил свое здоровье, потому что, ну, убегал от реальности, пил алкоголь, курил. Был момент с наркотиками в моей жизни, типа, когда летом 20, чуть-чуть было. И вот это вот замкнутый круг, интересный очень, как будто бежишь от того, что вот я, у меня диагноз, страшный диагноз, в котором нужно наблюдать за собой, следить за тем, что ты, считать, вести дневник углеводов, дневник подколок записывать. И каждый свой пук, я такой, не, я не хочу. Лучше вот так вот. И как будто, я не, вот я же трезвый уже достаточно долгое время, и я начал обращать внимание, что у меня что-то, ну, болит. А когда ты пьешь, ты не чувствуешь, что у тебя что-то болит. Покурил вот так, и у тебя не болит ничего. Да, как бы, я такой, о, может быть, как будто бы на самом деле, как будто вот это. Есть ощущение, что я в детстве принял смерть. Ну, значит, у меня вообще не страшно умереть. Это... Я ничего не пойду, ну, я умру. Типа, ну, вообще, по***ть. Главное, жизнь клево прожить. Сейчас я тебя еще поспрашиваю, но вообще, вообще хочу поделиться тем, что я по больницам моталась с 4 до 11. Я знаю, что такое больничная жизнь, ржавая вода и вот эта вся история. Мне как-то помогло то, что я больше сегодня делилась с собой. Ну, это, наверное, и было мое какое-то состояние, что я никуда не тащила, ничего не предлагала. Как-то делилась тем, что возникает. Своими чувствами, своими эмоциями говорила, ну, какие-то вещи, которые мне были знакомы. И дело пошло. Слушай, ты когда сейчас рассказывал вот эту первую часть, где ты по больницам, где ты фантазировал, где, ну, было все это не очень просто, ты с каким чувством сейчас ты рассказывал? У меня вроде и спокойно, и все, но какая-то легкая тревога есть. Не то, что, нет, 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 не тревога. Мне немножечко грустно внутри. Немножко, типа, такая печаль легкая. Не от того, что мне жалко, типа, ребенка, который заболел, и ему поставили диагноз до конца жизни. Мне не жалко, как бы. Мне неприятно от себя, от человека, который очень много лет не любил себя по-настоящему, неправильно трактовал любовь к себе. Я думал, что я должен жить так, как я хочу, и ни в чем себе не отказывать, и все это вообще навсегда, и плевать, что со мной будет, я все равно умру. Ну, давайте жить прямо здесь и сейчас. Это неправильно. Для меня лично, оглядываясь назад, неприятно, потому что... Не купишь здоровье, условно. Не купишь. Но я уже чувствую, да, что где-то что-то как-то... Ну, не так, блин, как раньше, блин, но... Поэтому я немножко с печалью смотрю на вот этого Эльдара, который совершенно небережно относится к себе и даже несет это, наверное, в люди. Много говорили, что, конечно, на мне есть ответственность, но я был ребенком, который этого не понимал, я как бы гробил себя в первую очередь. Плюс вот эти бесконечные истории о том, что я-то думал, что все так делают, а когда люди начали говорить... Когда я подумал, ну, надо, типа, избавиться от плохой компании, чтобы поспокойнее стать... Но когда люди начали говорить, Эльдар, я только с тобой пью, я такой... Я не смогу избавиться от себя. Сейчас я могу сказать, что в сравнении с тем, кем я был там даже полгода назад, я как будто бы люблю себя. Заботиться о себе как будто в третьем лице даже, вот, типа... Не знаю, часто же бывает такое, что мы себя не любим, но вот... Короче, относиться к себе прикольно, как человек, в которого ты влюбился. Радовать себя, делать какие-то сюрпризы, меняться в лучшую сторону ради себя. Вот, мне кажется, вот это хорошая формулировка. Я сейчас буду тебя останавливать. Ну, ты пришел в классную точку, я не смогу избавиться от себя. Но мой вопрос был про реальность, да, из которой ты убегал. Ну, или, может быть, сейчас там где-то убегаешь. Ты рассказал историю про детство и про твое становление. Вот, от какого себя ты убегал, от какой своей части? Каким ты был в той реальности? Я не знаю, вот, типа... Я вижу, что есть моменты того, что я убегаю от реальности. От чего? Я не понимаю до сих пор. Я задавал себе этот вопрос и тет-а-тет, и с другим психологом я это обсуждал. И в песнях я об этом писал. И по итогу не понимаю, может быть, я это придумал себе. Или, может, ты так сильно глубоко это закопал. Я не знаю, правда, почему это происходит. Правда, не знаю. Но я и не спрашиваю у тебя, почему. Я не знаю, от какого, от чего я бегу. Я не знаю. Ну, захочешь, можем попробовать узнать. Ну, типа, я сейчас думаю просто... Я пробовал. Мы можем еще раз попробовать. Ну, если тебе это не интересно, нафиг это надо. Как будто бы, как будто не от какого. Просто, ну, не знаю. Я не знаю. Ну, вот мне, например, интересно, да? Я же, ну, не только тут тебя слушаю, я еще себя слушаю. Ты рассказываешь историю. Я думаю, в какой момент истории поднимается мой интерес к тебе? Я думаю, в моменте, где ты от себя убегаешь. Я думаю, о, а что там? Хочется посмотреть, хочется... Я вижу, да я вижу, как ты сидишь, как ты разговариваешь, как ты заходишь в студию, что ты сейчас там супер уверенный в себе, там, с тобой все прекрасно, ты классно выглядишь, ты очень красивый парень и так далее. Ты говоришь уверенным голосом, ты себя не стесняешься. И вот это мне знакомо. Я таким тебя вижу здесь. А мне интересна часть, которую я не вижу, но которая то тут проскользнет, то здесь флешбек, то еще что-то. Но когда я пытаюсь туда постучаться, да, то у меня особо ничего не получается. Мне тоже получается. Поэтому вот мой интерес к тому, что я не вижу, потому что то, что я вижу, ты и так прекрасно знаешь. Но если ты захочешь, то мы можем очень нежно поисследовать. Давай, давай, конечно. Конечно. Когда я начала тянуть Эльдара за своим интересом, и там про эту реальность спрашивать, там все такое. Вот те, кто будут смотреть этот выпуск, это очень хорошо заметно. Он сначала прям отбрыкивался. Он не хотел про это говорить, хотел на ха-ха спустить. А потом я начала ему объяснять, что я делаю. Почему я про эту реальность спрашиваю? Потому что, ну правда, вот я из всего рассказа испытала какие-то живые эмоции вот в этом месте. И только согласившись со мной это исследовать, действительно начались какие-то очень живые вещи, которые он говорил. Ты еще знаешь какую фразу сказал? Ты сказал, что тебе себя того не жалко. У меня родилось какое-то сочувствие к ребенку, который был вынужден... Сочувствие и жалость это разные вещи. А вот у тебя к тому ребенку какое чувство? Сочувствие, да, сочувствие. Ты крепись, все будет хорошо. И не только. Вот, а жалость нет вообще. Сочувствие есть. Это самое нелюбимое мое чувство вообще. Ну я сталкиваюсь с ним периодически, когда люди там видят, что я помпу достал, что-то кололся, понимаете? Они такие... Нет, это вообще не та реакция, которую я хотел бы видеть, если честно. Расскажи, пожалуйста, все-таки про вот эту реальность, в которой надо измерять уровень сахара, колоться, не есть, еще какие-то трудности проходить. Вот какая она, вот эта часть? У меня очень ненормированный график и отвратительное питание для диабетика. Еще и до этого был алкоголь, тусовки, всякое такое. И, естественно, постоянно скачет уровень сахара в крови. И это каждый раз стресс, в основном того, что это стресс для меня, а так для моего организма. Вообще это... Каждый раз мини-катастрофа у меня. Внутри все начинает лошить по своим. И иногда не понимаешь, иногда понимаешь, все логично. Повысился, ну потому что вот здесь не рассчитал. А иногда просто ни с чего. Как сегодня. Я не ел вчера вечером, ничего такого. Вещи, в принципе, происходят. Ты такой... Один из таких примеров, типа, знаешь, я... У меня, например, почти что-то переел. У меня супервысокий уровень сахара. Я начинаю колоться, приезжаю домой. Он начинает падать резко. Не так, как должен до нормы, а прям вниз. И у меня начинается паническая атака сверху. Там 5 утра. Я открываю дверь, чтобы... На случай, если я умру сейчас. Пишу в чат общий. Типа, кто-нибудь не спит. Кто-то отвечает. Я говорю, алло, можешь поговорить со мной? Если я перестану, приезжай, вызывай скорую. У меня паническая атака. Уровень сахара падает. Мед начинается с члепота. Я пережираю меда. Постепенно прихожу в себя. И опять не могу уснуть, потому что знаю, что сейчас я пережрал меда. Типа, у меня он повысится опять. И начинаются эти качели страшные. И там, где я мог уснуть, типа, в 12 из-за того, что я какую-то маленькую пи***нку вечером съел, начались вот эти качели страшные. Я засыпаю там в 6 утра, дай бог. Типа, просыпаюсь в 9, потому что надо куда-то ехать. Ну, естественно, собираю лицо и еду снимать шоу, в котором мне, например, шутить еще надо смешно. Но в этот момент сижу в кадре. Ноги-то страшно болят вообще, потому что сахар повышенный с утра был из-за вчерашних качелей. Сижу, вот так вот тьмякую, выгляжу отвратительно, типа. Вот это вот все в комментариях. Еще возвращаюсь, пишут, что я торчу на чем-то. А мне х**, типа, диабета в этот момент. Я такие, да он объ**шенный. Я такой, думайте так, хорошо. А мне прям, ну, типа, у меня сушат все вообще. И я в этот момент еще больше начинаю себя ненавидеть. Я такой, е**, ну, ты же знаешь, как это работает. Типа, вот почему ты вчера подумал, что, ну, ладно, можно сейчас вот это немножечко скушать или не досчитать. Я уже разучился считать углеводы, походу, или у меня что-то поменялось в организме, типа, усваиваемость инсулина. И вот это происходит. Я такой, теряю контроль полностью над собой. Не понимаю, что это. И я такой, ну, я понимаю, что сам в этом виноват. И обижаюсь на себя. Потом собираюсь. Я говорю, да, все, а сейчас, давай, все, нормально. Что-то поел нормального. Выравниваю. Потом опять что-то произошло. Я такой, да, бл**ть. Сейчас отвратительно вообще со здоровьем в этом плане. С уровнем сахара. Очень плохо все вообще. Даже когда я нормально питаюсь, я уже не понимаю, что тебе. Ну, я буду сейчас в больнице ложиться, выяснять вообще, что это такое. Вот это тот Ильдар, который, конечно, везде говорит о том, что у меня диабет, но никогда не говорит о том, как это проявляется. Ну, пи**ть, я умираю. Ну, это ж жестко. Я не представляю, если честно, как это тяжело переживать на физическом уровне. То, что ты рассказываешь, это тяжеляк. Это невероятно тяжело. Блин, даже мне будто сейчас вот это не хочется говорить, потому что не хочется чувствовать себя слабым, как будто бы. Когда я говорю, что я от этого страдаю, типа, ну это же вроде и правда, но все равно неправда. Я, короче, не понимаю. Но да, я впервые об этом говорю во время. Для меня я так смирился, б**ть, с детства с этим, потому что как-то точно. Типа неправильно, как будто мне это вдалбливали. Слишком агрессивно, б**ть, меня это впихивали на б**ть в больницах. Что я такой, ну, вопрос времени, б**ть. Поживем, увидим, а потом не увидим. И сразу просто, знаешь, как защитная реакция, миллион шуток. У меня был момент. У меня был момент. 2015 год. Я вообще не измерял уровень сахара. Я, типа, четыре года, как уехал от родителей, и вообще ничего не измерял сахар. Я рандомно все делал, естественно, он всегда был повышенный. Вот я встаю, что-то мне надо куда-то пойти. Я иду, мне что-то тяжеловато идти, и через метров пятьсот я вообще не могу идти. Я просто стою, и мне п**ть, как больно в ногах. Я не могу шевелить. Я стою, минут десять отдыхаю, дышу. Вот это прошел, сфотографировался. Я такой, ничего, я тебе, что делаешь? Я говорю, да друга жду, типа. Сам стою, просто со мной фоткаются, я улыбаюсь. Дальше понимаю, что тяжело, иду домой, и у меня так несколько дней. Я не понимаю, с чем это связано. И прикинь, на третий день. А мы живем где-то на Петровской, Розумовской. Знаешь, у тебя этаж, и у тебя узкий коридор, где все. Я открываю дверь, а там расстояние между дверью и стенкой, ну как между мной и тобой. Я открываю дверь, а там соседская инвалидная коляска. Я такой, блядь, вселенная, ты что делаешь? Ну типа я прям иду, мне больно идти, и там коляска, как будто для меня я. Такой. Были моменты, типа, связанные как раз с чувствительностью. Я просыпался по ночам, знаешь, это ощущение, когда бьешься локтем. Вот умножь его на сто, ты просыпаешься, у тебя все так хуйняет, и я начинаю выгинать пальцы. Вот так. Просто потому что не знаю, что это. Ага. И потом прошло. Через какое-то время, когда я чуть-чуть подналадил. Мне не сложно работать с темой смерти, утраты, страха смерти, ну и других таких серьезных экзистенциальных страхов. Потому что я в этом месте очень устойчива, я даю клиенту много пространства. И у меня рождаются какие-то искренние вопросы, искренние эмоции. А людям в таких состояниях больше всего нужна искренняя заинтересованность и возможность говорить. И когда Эльдар просто стал рассказывать истории, но я поняла это уже чуть позже, к сожалению, это и было самое главное. Да, на сессии я тоже это обработала, безусловно. Но если бы вот все отматывать назад и смотреть на свою работу как на супервизию, то я бы еще больше этому места дала. Я бы стала расспрашивать, а что еще, а расскажи, а как. Ну то есть я бы не стала углубляться. То есть я снова увидела какой-то момент, за который можно зацепиться и пойти еще глубже. Но можно было и не форсировать, и этого достаточно. То есть когда человек рассказывает, как ему тяжело и делает это искренне, без ужимок, без смешков, без зашучиваний, то уже есть очень сильное соприкосновение со своими настоящими чувствами. Это и является терапией. Проживать свои чувства в присутствии принимающего другого. Почему, например, это не удается сделать с друзьями? Потому что один хохочет, и второй хохочет. И в этом нет никакого контакта. Вот здесь прям удалось. Вот таких историй куч на самом деле. Мои близкие друзья неоднократно сталкивались с тем, что я звоню посреди ночи и говорю, поговори со мной, пожалуйста. Мне нужно убедиться, что я сейчас приду в нормальное состояние. Я открываю дверь, я поймал себя на мышке, что открываю дверь, чтобы нашли мое тело. Я четко осознаю, что если я сейчас умру, они не попадут сюда, я провоняю здесь. Эмоционально сложновато, конечно, такие вещи вытаскивать, потому что хочется оставить это при себе, наверное, все-таки. Сейчас даже еду, думаю, я рассказал об этом на большую аудиторию. Но все равно, надеюсь, не зря. Слушай, но у меня, если честно, прям слезы подкатывают в этом месте. Я открываю дверь, чтобы нашли мое тело, и я прям... А вот ты как? Ну, чуть-чуть есть. Такой ком в городе. Да, прикинь. И вот это та жизнь, которой ну очень не хочется. Вот это то, от чего я хотел бы избавиться, но от этого не избавиться. Это нужно компенсировать, это нужно работать. Сейчас, 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 подожди. Попробуй заметить себя, заметить свою жизнь. Да, ты сейчас начал выходить, да, из этого, из того, от чего ты уходишь. А я прошу тебя остановиться в месте, где тебе трудно. И где ты открываешь дверь, чтобы нашли твое тело. И где ты видишь инвалидную коляску, думаешь, да ну... У меня в этом месте, например, леденящий ужас. У меня стали холодные и влажные руки. У тебя. Я привык. Прикинь. А что ты... Слушай... Вот. Вот. А что ты чувствуешь, когда ты произносишь? Мне тяжело. Мне тяжело. У меня ком в горле. Мне неприятно. Тяжело именно. Тяжесть такая, знаешь. Попробуй ее прямо сейчас почувствовать. Прям не убегать от нее, остаться в ней. Я пока говорю, я чувствую, не убегаю. У меня просто дальше продолжает развиваться, вытекать. Когда Эльдар говорил про инвалидную коляску или про то, как он открывает дверь, чтобы друзья могли найти его тело, у меня был такой липкий ужас потел. И моя задача, как терапевта, подсветить эти эмоции клиенту. Ну то есть, когда я делюсь собой, через то, что я делюсь, клиент может больше почувствовать себя. Потому что я замечаю, что у него, вот, вроде бы он рассказывает, но у него нет контакта в этом месте с чувствами. Он рассказывает то, что он о себе и так знает. То, что он кому-то другому уже рассказывал. Но почему терапия не получается? Потому что нет контакта с чувствами. И когда я делюсь собой, то он тоже начинает замечать себя. Это самое главное. Можешь поделиться со мной эмоционально вот этой тяжестью? Расскажи, как тебе тяжело, как ты, может быть, устал от этого? Это ведь, ну, это невероятные усилия, каждодневные. Да, это, безусловно, тяжело. Мне даже не с чем сравнивать. Ну... Да с чем тут сравнить, конечно. Мне не с чем сравнивать, потому что я с пяти лет такой, а до пяти я себя не очень-то и помню. То есть это со мной всю жизнь вообще. Можешь больше рассказать про свою тяжесть? Описать ее? Мне бы хотелось. Мне бы хотелось, конечно. не страшно. Чувствовать себя хорошо, чувствовать себя здоровым человеком. Мне, знаешь, обидно за то, что я для этого ничего не делаю. Это самое обидное. Потому что... Это... Вот как бы мне не хотелось, знаешь, типа, вот, когда я говорю о том, что... вот, все болит, страшно, сижу, думаю, лежу там, типа, перед сном, думаю о том, что, ну, я сейчас, я умру, мне, типа, год. Прям, когда, знаешь, ты ощущаешь, что ты уже, ну, как будто вот так ощущается смерть, типа, что ты на исходе. А на следующий день улыбаешься в кадре и делаешь какой-то очень смешной классный выпуск. Люди пишут, какой ты классный, спасибо вообще, что поднимаешь настроение, блин. Как будто в эти моменты я... Рисую себя жизнь, в которой все клево. Но при этом ничего не делаю для того, чтобы по-настоящему все было хорошо. А если и делаю, то и эпизодически. Типа, оп, неделя классного сахара и трезвой жизни, б***ь, отметим тортиком. Ну, условно. И мне очень... Это самое обидное, что я такой долб... По отношению к самому себе. Вот я сижу и говорю тебе, типа, мне бы хотелось, чтобы так не было. Но я ничего до этого не делаю. Потому что чудо не произойдет. Ну, типа, я не дичусь, ничего не придумается, да, в ближайшее время, что избавит меня от этого. А я просто, наверное, вот в этом побег, типа. Прикольно. У меня есть для тебя эксперимент. Сейчас я тебе расскажу, в чем суть, а ты согласишься или нет. Я попрошу тебя представить себя пятилетнего. И дальше я позадаю тебе вопросы какие-то. А ты с этим парнем покоммуницируешь. Давай попробуем. Давай его представим где-нибудь. Вот здесь. Тут перед тобой пятилетний Эльдар. Расскажи про него сначала, не знаю, в чем он одет, какая у него прическа. Светлые волосы, вот эта челочка, летние шорты какие-то зеленые, какие-то сланцы, футболка. Вот где-то вот все, что мама выбирала стоит. Он в Новокузнецке? Нет, это Липецкая область еще. Липецкая область. Ага. Вот недавно его привезли в его первую больницу и у него обнаружили сахарный диабет. Он не понимает, почему он так плохо себя чувствует и почему папа плакал. Он же никогда не плакал. Когда ты смотришь на него, он не понимает, а папа почему-то плакал. С каким чувством? Фотография. Приезжали ко мне в больницу водители. Это же каждый день, типа. У меня обнаружили диабет, типа, когда отвезли в санаторий с реакцией МОНТУ. Измерили. А я вот так вот... Просто... Было очень плохо. Всегда хотелось пить. Входил в туалет бесконечно. Спал плохо. Все болело. Есть фотография, где меня просят улыбнуться. И я пытаюсь сделать это через боль. Мне пять лет. Это самое, блядь, самое печальное, что я видел, связанное со мной вообще пятилетний ребенок. Который максимально открыт, дружелюбен, с большими мечтами о сцене, типа, вот это вот все. Ездит по больницам, не понимает, почему у него кровь из вены берут по пять раз в день. Типа, будят постоянно каждые два часа на анализы и ночью и днем. Типа, с дальнейшим вытекающим вопросом. Уже вот этим вот, почему я? За что? Что я сделал? Что он чувствует? Вот это вот за что? Обиду. Большую обиду, направленную к Богу. А ты по отношению к нему что чувствуешь? Вот он первый раз в больнице увидел, как папа плачет. Его будят, бесконечно берут анализы. Очень сочувствую. Я бы тоже заплакал. Скажи ему, я сочувствую тебе. Я сочувствую тебе. Но когда я вырасту, я буду гробить твое здоровье. Он здесь, в зеленых шортах, с челкой, его светлые волосы. Когда я вырасту, я буду гробить твое здоровье. Что еще ты будешь с ним делать? Я буду отвратительно к тебе относиться. Да, я дам тебе многое, но ты будешь страдать. Что-то в тебе сейчас меняется. Ты будешь страдать от самого же себя. От меня? От меня, да. Я люблю тебя, но не очень. Как-то вообще по*** на тебя, если честно. Что-то сейчас поменялось. Мне по*** на тебя, который... Ну, на какого тебя по***? В целом. А что так быстро изменилось? Ты вот сидел, сочувствовал. Только я сочувствую. Слезы подступали. Да, да, я сочувствую. А сейчас ты говоришь, мне по*** на тебя в целом. Какая-то резкая смена произошла. Я не знаю, откуда это... Откуда эта ненависть к самому себе у меня была долгое время. Ну смотри, это проявилось прямо сейчас. Да, я знаю. Секунда была любовь. И потом, когда я попросила произнести фразу «Я буду гробить твое здоровье», возникла ненависть. Что произошло? Ты задала вектор. Ты задала вектор. И я начал вспоминать все, что я делал с собой. неправильное, скажем так. Безусловно, я люблю этого малого, да, и дам ему все. Но если так углубиться, то это какая-то очень абьюзивная любовь. Абьюзивное что-то имеешь в виду. Токсичная. Вот, я бы сказал так. Токсичная любовь, причиняющая вред по большей части. Сложность, наверное, не в том, чтобы вытащить это из себя и рассказать об этом. А просто сложно даже думать об этом. Ну, неприятно очень. Очень неприятно понимать и осознавать, что яма, в которую я в какой-то момент упал, я сам себе вырвал на самом деле. То, чего я боялся, больше всего я быстрее всех приближал к себе. Как бы парадоксально это не звучало, но вот от этого осознание не по себе немножко. Ну, скажи ему, я люблю тебя и причиняю тебе вред. Я люблю тебя и причиняю тебе вред. Не знаю, почему я это делаю. У нас, к сожалению, сегодня время заканчивается. Мы можем узнать это в следующий раз. Вообще, зачем мне был нужен этот эксперимент? Мне хотелось понять, как он относится к своей части, может быть, от которой он убегает. И потом, может быть, больше погрузить его в реальность, от которой он убегает. Но это уже более поздняя какая-то работа. И для меня удивительным был момент, когда в одну секунду он переключился с любви на ненависть. И вот он испытывал к нему самые нежные чувства, к мальчику. К себе маленькому, там, сочувствие. Как-то у него глаза увлажнялись. Какое-то чувство возникло. Ну, я так сейчас догадываюсь, какое, но не буду говорить. И пошла ненависть. И очень может быть, если мы вот это вот чувство раскопаем, то его поведение по отношению к себе во взрослом возрасте изменится. Есть ли что-то сейчас, что идет уже не от меня, да от тебя, что бы ты хотел сюда сказать? Он по-прежнему в больнице, в зеленых шортах, смотрит на тебя. Береги себя. Ну, реально. Просто береги себя. Это слова, которые ты будешь слышать всю свою жизнь, но никогда не будешь придавать им значения. Потому что непонятно, что подразумевается под береги себя. Да-да-да. Слушай, а он понимает, что это такое береги себя? Я вот не очень, например. Нет. А что бы ты мог ему сказать, чтобы понял пятилетний ребенок? Что бы ты хотела сказать для пятилетнего Ульдара? Мир вокруг тебя будет таким, каким ты захочешь. Если ты будешь на какую-то ситуацию смотреть негативно, то есть с какой-то обидой или злостью, то так и будет. Если ты на эту ситуацию посмотришь позитивно, с добром, с пониманием, то таким будет твоя жизнь. Вот есть гитара или пианино. И как ты настроишь этот инструментик, так он будет играть. Если ты плохо его настроишь, он будет плохо играть, никому не будет нравиться, тебе не будет нравиться, ничего не будет получаться. А если ты постараешься и настроишь его хорошо, заиграешь так, то с тобой будет петь весь мир. Поэтому, что излучайство получаешь. Как он реагирует? Он… ему скучно. Какую-то хрень взрослую сказал. Какая-то взрослая хрень. Он такой, ага, и пойдет сделать по-другому сейчас. А в чем он нуждается? Как ты думаешь, вот когда на тебя смотрит из своего пятилетнего возраста? Внимание. Внимание. Я. Обратите на меня внимание. Я здесь. Я есть. Я существую. Прямо сейчас ты обращаешь на него внимание. Скажи ему, я вижу тебя. Я вижу тебя. Я вижу тебя. Ты здесь. Ты есть. Ты существуешь. Я вижу тебя. Ты здесь. Ты есть. Ты существуешь. Ты с каким чувством сейчас это произносишь? Вот эти слова… Приятно мне. Приятно. Да. Я знаю будущее просто этого парня. В целом, ну, норм. Мечты сбываются. Одна за одной. Ты их сбываешь. Да. Не то, что… Ну, скажи ему, я осуществлю твои мечты. Я осуществлю твои мечты. У тебя все будет здорово. И ты осуществишь свои мечты. И до тех пор, пока ты будешь мечтать и фантазировать, у тебя будет потрясающая жизнь. Как только ты скажешь, что ты все понял и все знаешь, все закончится. На сегодня, похоже, будем останавливаться. Ты как? Нормально. Ну, про… Про вот эту часть, где я перечислял свои моменты закадровые, вот эти, как я живу, то что мои близкие знают. Вот это, конечно, да, немножко это… Когда собираешь в одну кучу, а не отдельными историями, кому-то рассказываешь, типа, прикинь, ты чуть не умер. Ну, реально вот так я рассказываю об этом. Как-то стало тяжеловато. Мне кажется, это важно. Ну, мне есть с чем сегодня поспать, скажем так, до следующей нашей встречи. Есть материал на… пораскинуть мозгами. Это важно, благодарю. Эксперимент с ребенком. Криповенько немножко было. Никогда ничего подобного не практиковал. Но это здорово помогает посмотреть со стороны. Я когда начал говорить какие-то… Когда начал ребенку себе, пятилетнему, говорить, что я угроблю твою жизнь, мне стало так не по себе, а так страшно и стрёмно, потому что я… Я знаю, что, ну… Я знаю, что так оно и было. Типа, я как будто бы предсказывал его ближайшие там, типа, 22-23 года. И мне это вызвало такое чувство неприязни к самому себе. Я отдавал себя четко, что 28-летний чувак просто говорит ужасные гадости ребенку. И он говорит ему, правда, это… ну, очень интересный опыт. Правда, если честно, я понимаю, что сейчас лучше все это сказать здесь. Но мне надо правда это переварить, потому что эмоции неподдельные совершенно сейчас. Я не могу… я не способен нормальный какой-то выдать итог. Мне надо реально пожить с этим до следующей недели хотя бы, до следующей встречи. Потому что это… ну, тяжело эмоционально. Правда, тяжело. Я извиняюсь перед зрителями, типа, за то, что не могу. Ну, просто представьте, что вы пережили какой-то эмоциональный пиздец. И вам сразу надо поделиться своими впечатлениями. Я правда не могу. Это… это тяжело. Это тяжело. Как-то… мне очень трогательно с тобой сегодня было. И я тебе очень благодарна за доверие. Потому что я понимаю прекрасно, в какой обстановке мы находимся с тобой. Ну, что мы не вдвоем с тобой в кабинете. Ну, да, да. Я все равно, кстати, если первый раз подбирал слова, сейчас как-то проще, на самом деле. Я просто… как раз потому, что я перестал чуть-чуть думать о том, что скажут люди. И думаю… вообще, вот вам мои слабые места. Вываливаю и держите. Попробуйте мне что-то сделать. Спасибо, что доверил. Прям как-то я очень ценю. Спасибо, что подвытысила какие-то истории. Реально люблю, когда ухожу с чем-то. Я подзагрузился, естественно. Это нормально, потому что, блин, ну, я получил какую-то… что-то новое про себя как будто почувствовал. Я в хорошем настроении, но в таком задумчивом, загруженном. Не могу сказать, что я грустный. Я знаю, что… то, чем мы сегодня занимались, очень полезно для меня. Поэтому… где-то внутри я даже радуюсь. Но энергии высосало это, конечно, много достаточно. Типа я на экономном режиме сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова